Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем вязать вот такой узор, связанный в технике ленивый жаккард. Есть у меня еще вот такой вот пробный вариант. Так он более блекленький. И вот это на белом фоне поярче смотрит. Здесь молочный цвет, здесь белый. Вот такая у него изнаночная сторона. Узор в меру плотный, очень хорошо тянется. И в аэропорт всего 6 петелек и 4 ряда в высоту. Узор очень простой. Все изнаночные вяжутся по рисунку. И лицевые ряды тоже очень быстро запоминаются. На образце у меня набрано 38 петель. Это 6 рапортов по 6 петель плюс 2 кромочные. Провязала пару рядов, которые не имеют отношения к рисунку. Просто они как бы нулевые установочные. И с этого ряда приступаем к самому рисунку. Так, берем ниточку другого цвета, который вы выбрали. Так, первая петелька кромочная, но я ее провяжу, чтобы закрепить. И дальше вяжу 2 лицевых. 2 петельки снимаю, ниточку протягиваю за работой. Дальше 4 лицевых. 2 петельки снимаю, нить протягиваю за работой. Повторяем до конца ряда. 4 лицевых. 2 снять. Снова 4 лицевых. 2 снять. Так, оставшиеся петельки в конце ряда у нас получается. Здесь 2 снимаем. 2 лицевых провязываем. И 1 кромочная петелька закончим ее. Свяжем ее изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Изнаночный ряд мы вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. Изнаночные петлики вяжем изнаночными петлями. Как мы их видим, так провязываем. Которые мы снимали петли, мы их также снимаем. Только ниточку теперь мы протягиваем перед петлями. То есть, ведем протяжку по изнаночной стороне. Так, 4 у нас изнаночных петли дальше. Снова 2 петельки снимаются нить перед работой. И 4 изнаночных. Повторяем до конца ряда. 3 ряд. Возвращаю белую ниточку в работу. Кромочную снимаем. Снимаю следующие 2 петельки. Одну петлю беленькую скидываю аккуратненько, чтобы ее не распустить. Возвращаю фиолетовые петельки на левую спицу. Подхватываю белую петлю. И тоже одеваю на левую спицу. Вот так мы их поменяли местами. И вяжем лицевыми. Сначала беленькую. Провязываем так, чтобы она у нас не перекрутилась. И 2 сиреневых. Так дальше нам нужно вот эту белую петельку сместить налево. С изнаночной стороны подхватываю 2 фиолетовых петли. Вот так вот аккуратненько скидываю белую. Ловлю петельку, скинутую левой спицей. И фиолетовые тоже на левую спицу. Обратно возвращаю. И все 3 петли провязываю поочередно. 2 сиреневых. 1 беленькая. Еще раз повторим. Снимаю 2 фиолетовые петли на правую спицу. 1 белую петлю аккуратно скидываю ее перед работой. 2 фиолетовые петли возвращаю налево. Подхватываю правой спицей белую петлю. И накидываю ее на левую. Провязываю 3 петли, с которыми мы сейчас проводили манипуляции. 1 белая и 2 фиолетовых. Так, следующую белую петельку нам нужно перекинуть ее в левую сторону. С изнаночной стороны подхватываю 2 фиолетовых петли. Белую аккуратно скидываю перед работой. Оставляю ее. Тут же подхватываю обратно ее на спицу. И возвращаю снятое петли обратно. То есть мы просто как бы поменяли очередность провязывания петель. Вяжем 2 фиолетовые и 1 белую. И повторяю до конца ряда. Закончили третий ряд. Четвертый у нас изнаночный. В работе белая ниточка. И все петельки мы вяжем изнаночными. С пятого ряда у нас рисунок повторяется. Разница лишь в том, будете ли вычередовать два цвета. Или добавить еще там третий, может быть четвертый тоже. У меня есть еще такой красивый цвет. И в этом ряду я его добавлю сюда. Первую кромочную провяжу. Дальше 2 петельки лицевые. 2 снимаю. Ниточка за работой. 4 лицевые. 2 за работой. И повторяем. 3 лицевые. 2 снимаем. 4 лицевые. 2 снимаем. Провязала 5-6 ряд зеленой ниточкой. И в седьмом ряду мы снова берем беленькую. Повторим момент с переснятыми петельками. Итак, 2 петельки мы снимаем на правую спицу. Белую петлю аккуратненько скидываем перед работой. Зеленые петли возвращаем на левую спицу. Подхватываем беленькую петлю. И тоже ее отправляем на левую спицу. Провязываем эти 3 петли. 1 белую. И 2 зелененьких. Дальше с изнаночной стороны 2 зеленых петли подхватываем правой спицей. Аккуратненько скидываем белую петлю. И тут же ее цепляем на левую спицу. Зеленые тоже возвращаем на левую. И поочередно их все провязываем. Повторяем до конца ряда. Восьмой ряд у нас все изнаночные петли. Провязала немного вперед. Смотрите, какая получается красота. Довольно-таки быстро узор прибывает. Вот на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok